Всем привет! Это третья и заключительная серия нашей большой зимней прогулки. Приятного вам просмотра! Вот наш хозяин горы. Девчонки замерзли, сидят греются в машине. Микузька бегает по куче со щебнем. Мясо у нас коптится. Вон там вот коптильня уже стоит. Вот ребрышки у нас там и филе бедра куриного. Ни разу не пробовал филе коптить. Куриного бедра в смысле. Просто филе, конечно же, коптили. А вот именно бедра еще ни разу. Богдан с Лилькой убежали куда-то далеко. Вот Амикузька у нас. Вот там он где-то. Где-то там далеко. 10-метровый поводок, это, конечно, круто. И Кузька чувствует себя просто шикарно. Он теперь может совершать всякие маневры. И мы ему при этом не мешаем. Вот он побежал, и все. И бежит к себе. Вольная птица. Птица-лисица. Захотел туда, побежал, Микки, скажи. Захотел сюда, да? Красота. Лен, у меня рука замерзла. Сейчас я отогрею руку. Вольная птица. Давай. Пойду его ловить. Пойдемте попробуем вместе поймать Мику. Так, уже что-то тут зацепилось у нас немножко. Вот наш Микуся. И побежал, побежал, побежал. Несмотря на то, что немножечко метр может быть намотан на поводок. Но та дистанция, что осталось, ему с лихой хватает. Я вот его даже не вижу, только глаза. Он как далеко убегает от меня. Так непривычно, на самом деле. Видит, что твоя лиса далеко. Микки. Ну не убегай ты от меня. Ну что ты? Вот, Микуси, на этой территории плюс-минус. Через год ты уже жить будешь. Классно тут, конечно. И елочки такие. И снежок такой пушистый. И даже клюква есть. Микуся. Вот если поводок запутается вокруг этих деревьев, он 10 метров, мы с тобой задолбаемся его распутывать. Слышишь? Давай-ка ты придешь ко мне. А я не буду за тобой бегать. По всему лесу. Эть, 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 эть. Потащила. У меня камера в правой руке была. Ох, побежал, парень. Вот и остается только видеть его издалека сейчас. Вот где он? А вон он куда-то убежал. Глаза только видно, как светятся. Микуся, так мне интересно. Давай, возвращайся. Слышишь? Где ты там? Давай назад, Микки. Давайте сокращать дистанцию поводка будем. Так потихонечку мы его, может, и поймаем. Даже. И вот так вот. Хорошо. Минус 3 метра. Микки. Ну, че я за тобой бегаю-то, как дурак? Пойдем туда. Мне не так много деревьев. Микуся! Это засранец, а? Вот ему надо куда-то. Под елки, под ветки. Он понимает, что мне тут тяжко проползать. И бежит в эту чащу. Мы тоже не пальцем деланы. Можем мы подогонять. Пар постоянно идет от перчаток, что ли. Не пойму, что ли это тело от меня. Давайте еще немножко дистанцию сократим. Потом отпустим. Микуся! А, Микуся? Хорошо у тебя там сидится. И самое. О, Лиля пришла. Видал? Нет. Счастье-то какое. Да. Вот и Лиля. Лиля там под фонарями пылила. Да, там фонари есть. Конечно. Это хорошо. Вот они, две лисички, снова встретились. Теперь в лесу. Сейчас Микуся уже не такой активный. Не так громко кричит. Но хвостиком виляет. На самом деле я держу его в натяге, потому что стоит его отпустить на 10-метровом поводке, он все 10 разматывает. И еще ему 10 надо. Энергии только для пары аккаваторов. Да. Но сегодня лисички крепко спать будут. Надеюсь. Микуся! Клили надо, клили. Нет. Хотя мне леса отпускал по таким сутробам, я тебе скажу. Там, оказывается, если пройти, до калитки, потом налево, перелез через трубу, там вполне обжитое место. До калитки налево, перелез через трубу? Даже я там не был. Я ходил, я ходил направо. Я тоже никогда не был бы, не побывал бы там, если бы не леса. Ну вот, видишь, как она буксует. Она прямо туда просится снова. Задний ход, задний ход. И Микуся за вами идет. Тормозните хоть на секунду! Сейчас бы задавил я одну и вторую. Прямо под ноги лезет. А глаза-то как светятся. Ну, демоны, блядь. Ну, вроде, дружелюбно, да? Достаточно. О, ничего себе! Наконец-то! А дальше он не знает, что делать. Дальше, дальше он еще не проходил. Он ее кусает, что типа заигрывает, что ли, да? Я не знаю. Да, смотри. Ты создавайся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Не с зубами! Не с зубами! Микось! Покусали кого-нибудь? Не знаю. Ну, кровь-то есть. Кровь есть? Да. О, Микоське интересно, есть ли? Я не знаю. Лиль, я к нему попасть не полезу. Не, все, такие игры нафиг не надо. Не, нафиг не. Невзаимная любовь, она до добра не доводит. Али, говорят, ты отпустите Лили, отпустите Микки. Ну, и природа сама сделает. Да, они там разберутся. Чуть собачья. Не, ну в дикой природе, может быть, он бы ее все-таки добил. Не-не-не. И всю окровавленную потом бы. Ну, и что, это хорошо, что ли? Нет, конечно. Не, то, что так было. Микуся, ты что такой бандит? Ты люльку укусил до крови. Сам-то хоть без крови. Иди сюда. Его бы еще поймать как-то. Что-то унюхал, что ли? Ты руку приподними на уровне его где-то полки. Мой обычно в пасть открывает. Видно будет. А, то, что заругается он, типа? Да-да-да, видно будет. Сейчас мы как-нибудь выцеганим его. Полноцветом запутал. Нет, чистый рот. Ага. Ну-ка, моя посмотри еще. Да, давай. Тихо, да блин, где, блядь, леса, а? Успокойся. Да, кровь идет. Где он вкуснул я? Я не знаю. Наверное, зубы об зубы. И между кулков попало. Богдан, слышишь? Ну. Между зубов, наверное, туда. Видишь? Меж корешков. Ну-ну. Слюна там заживет. Лизоцин обезвоживающий. Фермент. Я думаю, все пройдет. Микки, ты домой видел. В курсе ты? Слушай. У него-то ничего, да? Нет, чисто все. Я тут видел, как ролик, как такса вытаскивают лису за ноздри, представляешь? Зубы в зубы берутся, они вот так вот, да? У таксы кровь идет, у лисы идет. И хозяйка такси кричит, доставай, доставай ее, что ты смотришь? А лиса в норе сидит, а такса как бы в нору наполовину залезла. И обманутая хозяйка. Да. И она за... Вот что за люди кровожадные? Я не знаю. Раньше, да, ну, не знаю, фото было на лист, что, ну, как... Ну, не кто-то выживать надо. Ну, сейчас же, блядь, мы думали, синтепон тот же самый. Да, блин, ну, сейчас куча материал, которые, ну, блин, превосходят даже. Они вот так вот боком получатся такса с этой зубами вот так взялись. Ты понимаешь, как, да? Да, я понимаю. Куки ли сызы, куки, то есть... Я даже это все сдать не хочу. Капец. Я не знаю, мне даже представляют, мне просто жалко живота. Ну, конечно. Первое, второе, ну, блин, я вообще не понимаю, к чему ты здесь такой? Мы со временем мира, в 21-м ях живем, не знаю, как в средней ухове, блядь. Ну, типа, может, таксу тренировал свою, она же у нее такса. Ну, и что такса? Выведенный лис доставать. Ну, это понятно, но охотник на нордных животных, блин, вот со временем мира, ну, вот так зачем. Микуся, короче, не взять, а длинные поводки иметь. Шутка длинная. Ты начинаешь лилии бежать? Да не путайся ты под ногами. Пойдем. Догоняй, где ты? Микуся, пошли давай. Че ты встал-то? Ты не хочешь идти? А че будешь делать? Один тут будешь? Пойди догоняй, лилий. Пошли, Микки. Пойдем. Микуся, я не пойду за тобой в кусты в эти. Такой мощный парень, а, стал. Все кусты сломал и убежал. Выйди. Лен, выйди, подержи Микусю. Короче, Микуся, поводок зашел. Очень понравился. Близко он сейчас к себе не подпускает. Стоит только подойти, он тут же куда-нибудь бежит. Вот все, облегчится. Только в этот момент можно было и подойти, наверное. Все остальные моменты он сбегает. Так что вероятность того, что если деть на него GPS-ошейник и отпустить, и он обратно вернется, но она такая достаточно призрачная. Скорее он убежит куда-нибудь, и потом либо дорогу назад не сможет найти, либо подумает, ну и нафиг. Буду бегать дальше. Придется по GPS отслеживать его и искать. Микусик, Мика, ты хоть подойди. Хоть ко мне хоть на минутку. Я только глаза твои горящие вижу там. Микусик, вот он тут прячется, сидит. И еще куда-то меня утаскивают в ГОПе, в чащу самую. Мика, я туда не пойду, Микось. Ночь на дворе. Выходи. Сейчас ребрышки докоптятся, и домой поедем. Микуся! Почему за тобой бегать-то на по всему лесу? Скажи мне. Потому что ты лисичка? Потому что тебе так хорошо? Что-то нашел, остановился. Сейчас будет копать, наверное. Давайте вместе посмотрим, не будем пугать его. Да, точно. Что-то унюхал. Наверняка здесь много мышек. Вот. И когда он что-то такое унюхивает, он останавливается. Начинает рыть, копать. Хоть белку хоть не достань, укусит тебя за нос. Боже, знаете. У нас тут, кстати, белки, ребят, бегают. Мико. Блин, только по поводку, и можно понять, где он. Может, это совсем чаще уже, Микось. Тут уже никто не ходит. Давай-ка вылазить отсюда. Слышишь? Как ты смотришь на то, чтобы пойти обратно? Микки? Да, ребят, давайте я поводок подтяну, наверное. И мы из этой чащи постараемся уйти. Ну, нереально. А все, мы выбрались из этих коряк, из этой чащи. Микусю загоняли? Меня загоняли, а не Микусю. Мальчикам все хорошо. Спасибо. Держи. Фонарик забери сначала у меня. И держи лебедку. Реально лебедка. И меня смотреть. Думаешь, пора смотреть? Да. Сейчас я Микуську. Микуську. Да, вижу, что снег ест. С этим поводком за ним не побегаешь. Разницы, по сути, никакой. Наверное, надо на горизонтальной какой-то поверхности, но я имею в виду на чистой, без зарослей, без снегов, без деревьев со снегом. И вот чтобы он бегал вокруг тебя, и тогда ты делаешь три шага, а он 133. И тогда, наверное, силы уравняются. Ну нет, я его отпускаю, он бегает, обратно из деревьев возвращается как-то так. Ну, у меня он что-то особо не хотел возвращаться. Он шел вперед до последнего. Нет, я за ним не шла, он не пошел. Что ты там увидел? Лис. Сейчас. Царь горы сидит. Лилю увидел. Лилька там, что ли? Точно? В темноте глаза светятся. Вон, метров 20-30. Глаза светятся у Лильки. У тебя, Богдан, не светятся, а у Лильки светятся. Почему так? О, стартанул, стартанул. Жених-то. Лильку искусал сегодня. Я говорю, подписчики пишут, что вы их отпустите, они сами разберутся там. Они разберутся, но все в крови будут. Пускай в лесу и разбираются лесные. А мы уж как-нибудь потихонечку, помаленечку, ни нытьем, да катанием. Да, Микуся? Маленькими дозами. Это был французский пацанин. Это такой же? Когда меня сверла, получается, за канал какую-то, потом провела за калитку, и вперед, короче, на полной уверенности, писала только так. Думала, что, блин, потому что она решила, да, еблогой, пешком найти. Понятно. Пошли, говорит, пап, домой. Я знаю, как. Нефиг тут делать. В лесах у этих ваших. Домой хочу. Вижу, все деревья с него, а вот это нет, мы его потрясли. Да, мы с ним тоже много деревьев обтрясли, сходили. Богдан, возвращайтесь. Там вроде мясо готово. Пошел проверять. Лена потискала, я не могу. Ну, потому что меня лисы почему-то... Не любят. Не то, что не любят, они меня почему-то воспринимают как-то, что можно меня покусать. Ты вкусно, наверное. Наверное. Что, Лилия меня пробует на зуб постоянно? Что? Микуся? Лилька? Лилька приехала. Лилька. Страшно? Страшно? Можно вас поглазить? Пойцы. А на улицу можно было, да? На улицу можно, тут нельзя. Ручка. Еще раз хочу напомнить, что у Лилии все хорошо. Наверное, она даже волновалась или почувствовала какие-то потери меньше, чем кто-либо другой. Больше всех, конечно же, волновался Богдан. Но когда мы зашли домой, все, что мы увидели у нее во рту, это маленькая красненькая точечка. Поехали. Смотри, сразу выкусил как. Он есть хочет, конечно. А сейчас накормим их. Там целая подложка мяса. Сырого. Курица тоже? Да, я не знаю. Все покушают. Все лисички покушают. Все лисички. Из нас тоже лисичка. Как будто эти лиси ела. Да, он когда-то стоял в коридоре, пока Никусин не добрался до него. Да, он начал на него запрыгивать и грызь. Попер. Попер, самый настоящий. Сначала внизу все ящики переломал. Сейчас вверху решили его убрать. Совсем. Вот это трюк. Лиля. Что, это праздник, что ли, какой? Что она сделала? Смотри, как держит Богдана. Лапкой, видишь? Он такой бородый. А Микусика, вон сидит. Смотри, у него макароны. Вау, макароны. Мы не умрем с голода. Что ты рожка открыл сам? Она ругается, не дает трогать тебя. Да, все, все, успокойся, успокойся, успокойся. Только папа может трогать. Только папа. Сколько он к тебе привыкал? Он говорит, нахуй. У мамы тоже нужно быть. Месяцев семь. О, Лиля, нам с тобой вообще нет, а никак. Не по пути, да? Семь месяцев. Скажи, кто меня столько трогает? Кто? Нет, не вкусит. Не, она сейчас не понимает просто, кто говорит. Мне просто нравятся ушки, да вообще, блаженство. Еще и не вывернешься с мамой, чтобы вкусить. Я ж не дура, я ж тоже знаю, как листы выворачиваться. Лиля, Лиля. Смотри, как лапы, так что. Слежим. Вот, да. Вот. Лена, завязывай. Ну реально, кровь до крови вы пучит. Это вот эта ссадина сегодняшняя личка. Вот тут на верхней челюсти. Вот тут. Кузьми, если. Вот это. Где? Видишь, Богдан спокойно прагает ее. Да, Лиля. А я не могу подойти к днющику. Нет? У меня зубки. У меня зубки. У меня зубки было. Она вот попутает, и Богдан цапнет. Выдет. Все, все, все. Все, сиди, сиди. Сиди. Все, я не буду больше. Сиди. Я просто дам не деснеться, да я переживаю. Кто? Я понимаю, переживаю. Дама твоя ругается? Вот именно так в тепле и на позитивной ноте закончилось наше общение на сегодня с Лили и с Микки. Я желаю всем.